Итак, давайте перейдем ко вкладке Synthes. Но прежде активируем пресет Initialize. Содержимое вкладки Synthes делится на три области. Слева область генераторов и модификаторов. Ее наполняют любыми генераторами волн, осцилляторами и фильтрами, которые создают основу, тембр вашего звука. На первый взгляд, фильтра здесь нет, но вообще модулей фильтра даже несколько, просто их еще предстоит добавить. Такова архитектура зебры. Модульный принцип делает возможным произвольное изъятие и внедрение компонентов, участвующих в синтезе из общей цепочки. Справа область модуляторов. Где ты найдешь различные модуляторы, такие как LFO, генерирующий и управляющий сигнал, и кривые, описывающие динамические изменения звука. В центре главная таблица, представляющая из себя пространство для управления связями и взаимодействием между модулями, а также их включением и отключением. Для примера, я добавлю осциллятор, еще один, они появляются в таблице. Дальше поставлю фильтр, и сразу же соответствующий каждому модулю интерфейс возникает на панели генераторов. Отсюда, используя безымянные регуляторы, мы можем назначать модуляцию, управляющий сигнал, на параметры генераторов и фильтров. Для примера, я хочу промодулировать изменение формы волны этого осциллятора, и я щелкаю правой кнопкой мыши по этому безымянному регулятору и выбираю модулятор. Он возникает на правой панели. Давайте еще высоту тона привяжем, может быть, теперь к LFO. Теперь добавим еще модулей, для того, чтобы увидеть, что в случае переполнения у нас появляется возможность прокрутки. Перемещение по области генераторов. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по полосе прокрутки, получим возможность выбрать режим его работы. Автоматическая прокрутка в зависимости от выбора модуля и другой режим. Selected on top. Перемещающий вверх выбранный модуль. Вот, я переместил фильтр наверх. Стоит отметить, что последовательность расположения модулей не влияет на итоговый сигнал. Это лишь визуальное перемещение модулей. Вне зависимости от расположения модулей в левой и в правой частях, главная таблица определяет последовательность, влияющую на итоговый сигнал. И в следующем видео я покажу, как она работает.